Добрый вечер. Добрый вечер. Сейчас фон не идет. Помолимся. Царю небесный, утешителю души истины, Иже везде сы, и вся исполняя сокровища благих, И жизнеподателю принеслися вны, И очистины от всяких скверны, И спаси блажа души наша. Господи, молим Тебя, благослови наши занятия, Прибудь с нами, сохрани нас в любви, согласии, единомыслии, Послов Твоему, не допусти нам уклонение, Ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Дай все услышанное запомнить. Дай мудрости поделиться с другими. И пошли в нашем пути людей, жаждущих слышать Слово Твое. Тебе же слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Сегодня 27 марта 2019 года. Мы продолжаем исследовать пособия по изучению Евангелия от Марка. Личное и устное свидетельство, подтверждаемое жизнью человека, Есть самый сильный довод и убедительный вид проповеди. Последнему, вероятно, показалось труднее всего свидетельствовать о Христе дома. Напомню, на прошлом занятии мы говорили о том, что Христос исцелил грязноватого, и тот хотел пойти со Христом, но Христос ему сказал, иди в дом твой и скажи, что сотворил с тобой Господь. Продолжаем. Значит, Евангелие от Марка, 5 глава, с 21 по 34 стихи. Когда Иисус опять переправился у лодки на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и увидев его, падает к ногам его, и усиленно просит его, говоря, «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». И Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа, и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его. Ибо говорила, «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал, «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему, «Ты видишь, что народ теснит тебя и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина, в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей, «Дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». С какой жадностью должна была ловить женщина слухи об исцелениях, совершаемых Христом, пока не решилась, возложив последнюю свою надежду на него, прийти к нему сама, своей нуждою и безнадежным состоянием, когда специалисты не помогли? Какая разница толпиться и прикоснуться, почему Христос не дал уйти женщине, так же незаметно, как она подошла? Ну вот давайте, кто вот на эти вопросы желающий ответить, пожалуйста. Любой может участвовать. Ну, мне кажется, в сегодняшнее время это подходит очень, допустим, ходить в храм, исповедоваться, причащаться, но ко Христу так и не прикоснуться. Вот это. Да, а что значит прикоснуться ко Христу? Ну, давайте взглянем в текст Священного Писания, за что же Христос ее благословил. Что он ей сказал? Вера твоя спасла тебя. Вот. Она же прикоснулась с верою. С верою в то, что Господь, да, Наталья, правильно, она верила, что только Господь может ее исцелить. Но перед этим-то она верила в врача, иначе бы зачем она платила бы, если бы не верила. Ну, в во всяком случае, надеялась на врачей. Она, похоже, уже отчаялась даже, уже всех перепробовала. Про колдунов ничего не написано там. Но... То есть, она услышала, поверила, и главное, что она сделала шаг такой, знаете, ей запрещено было прикасаться к кому-либо. Она в нечистоте была. Но, однако, она сделала это. Значит, что значит прикоснуться? Вот, нужно вот перейти какую-то грань. Вот. Вот эти вот традиции, может быть, мертвые. Вот. А нельзя прикасаться и все. Она бы, ну, не прикоснулась бы и не исцелилась бы. И вот про субботу знаем. Вот нельзя в субботу врачеванием заниматься. Да, Сергей, она имела дерзновение, веру и в то же время страх. Вот. В последнее время мы часто дерзновение люди путают с дерзостью. Вот. Дерзновение. Чем оно от дерзости отличается? То есть, оно перебороло вот этот страх перед Господом и прикоснулось все-таки. Она понимала, чем это может угрозить ей. Такие поступки, ну, так просто не прощались. В то же время она верила, наверное, в милосердие. Ведь она уже согласилась признаться. Могла бы, ну, удалилась бы и все. прикоснулась, исцелилась и, как говорится, спасибо, до свидания. Так, ну, давайте про дерзновение тоже интересно прочтем, чтобы понимать. Сергей Петушенко. В отличие от понятия дерзость, близкого по значению к глаголу дерзить, понятие дерзновения роднится по смыслу с глаголом дерзать, отваживаться, решаться, смело стремиться к чему-либо возвышенному, благородному, к чему-либо новому, неизведанному. В качестве христианской добродетели дерзновение определяется как готовность, решимость отважиться на подвиги веры. Действительно это был подвиг и Христос нарушая субботу своего рода тоже подвиг совершал прекрасно понимал чем это может грозить за нарушение субботы мы знаем в Ветхом Завете камнями побивали. так Татьяна Лапкина с нами нет 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 так ну что вопросов нету поэтому вроде разобрались и вот следующий вопрос значит какая разница толпиться и прикоснуться то есть прикоснуться с нерзновением а люди ну просто толпятся ходят в храм как стоят как никакой у них не дерзновение не ревности привыкли вот так пришел стоял да вот еще про дерзновение то есть когда расслабленного принесли евангелие от матфея 9 2 иисус видя веру их сказала расслабленному дерзай чада прощаются тебе грехи твои вот то есть уже здесь было дерзновение со стороны женщины перед исцелением а тут после исцеления христос говорит исцеленному дерзай чаду ну наверное имелся ввиду продолжай с таким же дерзновением и верой дальше служить господу еще матфея 9 22 иисус же обратившись увидел ее сказал дерзает еще вера твоя спасла тебя женщина с того часа стала здорово вот у луки тоже и в книге деяния прочитаем следующую ночь господь явился ему и сказал павел ибо как ты свидетельствовал мне в иерусалиме так надлежит тебе свидетельствовать и в риме то есть господь всегда говорит дерзай и вот это дерзновение хочу сейчас сергей сказал господь это дерзновение благословляет но и с нашей стороны тоже нужно проявить вот этот дерзновение обязательно это благоугодно почему христос не дал уйти женщине также незаметно как она подошла почему он начал но спрашивать почему он захотел чтобы вот это дерзновение обнаружилось кто желает ответить пожалуйста я думаю чтобы мы тоже не стыдились как бы мы не падали все равно возвращаться отцу небесному и обращаться к нему с просьбами да да правильно я тоже согласен наталья высота тоже согласна чтобы и мы глядя на эту женщину подражали ее дерзновенным так вот чувство пример поставить эту женщину в пример другим друг пример другим толпящимся все толпились прикоснуться вот так как эта женщина с верой не не хотели далее читаем значит его стих 34 мгновенное исцеление и мир то есть иди в мире и будь здорово от болезни твоей до этого мира у нее не было вот болезнь вот кто знает толкование что значит это вот кровоточивая женщина что она вот в духовном плане обозначает что душа кровоточит грехами так я помнится мне толкование что до решимость прикоснуться в нечистоте то есть человек иногда дело так делать что весь он согрешает нечистота это синоним греха и человек так сатана перевернул что он грешить не стыдится а исповедовать грех стыдится и вот пример нам эта женщина то есть она не подстыдилась своей нечистоты зная что прикосновение вот нечистое к это дело греховно однако она подала нам пример не стыдится идти на исповедь как бы мы тяжко не согрешили и исповедовать грехи также само уничижение перед господом тоже где на краю одежды прикоснулась и нас не бросилась ему на шею там не стала его ноги ему целовать как другая женщина это дело да у правила слова семена заметил как человек совершил грех и дьявол ему внушает что теперь нечистый господь ему не примет поэтому однако господь показывает обратное и поэтому господь и открыл эту женщину и открыл и свое так скажем ведь она же в нечистоте к нему прикоснулась он получается оскверненный сейчас господь нет все это как бы сквозь пальцы на это смотрит не обращает на это внимание поэтому он ее обнаруживает дальше мы его вирус порол сегодня жизни по нашей вере как мы можем прикоснуться к христу на исповеди таинствах можем прикоснуться мне кажется камень хороший ответ да мы прям можем к но конкретно прикоснуться до не дать и причастие мы становимся частью с богом то есть соприкасаемся напрямую мы себя его вкушаем вот чтобы не было этой кровоточивость кривоточивости в душе мы исповедуемся и тогда причащаемся и этим прикасаемся хороший ответ да и при чистая кровь нашу кровоточивость она и греховную исцеляет и когда на исповеди батюшка всегда говорит не стыдитесь я всего лишь свидетель исповедую все что вы говорите вот перед вами прочесть икону господа иисуса христа вот слово его я всего лишь свидетель властью данным а что еще игнатий тихонович добавить простите его гнатий тихонович просят вас добавить по поводу всего вышесказанного а кто просит то но на меня в неудобное положение ставишь а что нужно сказать то что нужно сказать что то вот добавить расширить мы говорим о женщине и вопрос был что значит сегодня прикоснуться к христу как вот она прикоснулась к краю его одежды как вот экстраполировать есть события на сегодняшний день очень даже просто прикоснуться непосредственно сейчас же постучаться в эти двери где находится христос он горит все стою у двери и стучу но тут получается так что тут собрание люди собрались мне надо постучаться чтобы меня туда запустили толпа вокруг это личное общение на сегодняшний день молитва другой то возможности нету мы христа не видим не знаем вот сегодня я разговаривал тут с людьми игры ну а ты молишься оказывается не молится все знает и библию знает и не молится вот это прикосновение какая нужда в чем мы имеем нужду это интересно в одном сегодня говорили один человек на меня вышел уже ролик я выставил я говорю ну давай тогда помолимся я помолился говорю молись а он говорит а мы про себя молимся про себя молимся но если мы находимся там где диакон пусть про себя молча возгласы делает мы же того и собрались вместе чтобы сказать говори слова богу то а нету а может я пропою все-нибудь вот этого интересно то сегодняшний ролик там видно написано что и встреча не на пользу может быть я к этому и могу сказать только одно если человек сам не прикасался к христу его всемогущей силе ему нет объяснений никаких нету начни сегодня просить по самым невозможным моментом жизни что у тебя болезнь проси дока я просил уже не выздоровел не не прекращай просить и когда кончик когда получишь и тогда не прекращай просить примет меня словословие уст благодарность к этому добавить что впереди прошло там ничего нельзя просто надо представлять мысленно что я перед господом стою вот мне только что сообщили какая-то авария была и 14 лет парни что-то с руками подробности нету я сразу все бросил и я стучусь господу господи кровоточат руки у человека где-то защемило или раздавило а я не знаю надо просить или нет вопрос то еще в общем разница она женщина знала ей надо исцелиться а я-то этого не знаю я только говорю и говорю господи но я не знаю что полезнее будет или болеть или быть здоровым но мне это конечно я внутри то себя понимаю здоровым то легче после 60 лет надо опасаться лечиться потому что организм сам по себе отмирает медленно а ты разными лекарствами ускоришь это разложение его организм не выдержит далее там монастызию какой он умер заснул и больше не проснулся и все понимают что в это причина то что полез куда не надо вот эта связь с господом это полное доверие ему женщина просила как любому человеку это понятно дай мне исцелиться от кровоточения ей трудно сказать было как тебе угодно вот мы все время даже говорит я прошу твоей воли больше еще не знаю еще добавить не могу к этому другого опыта у нету все как и геннадий но когда люди прикасаются к иконам вот вы иногда хрест сложите звуко лекуете себя то это как подсоединиться это прискосновение к христу или это к чему мы ничего не отрицаем только говорим православные пишут самая сильная молитва когда ну молитва ясно дело мы просим святых угодников молятся просим другого помолитесь обо мне но я зато узговорит не я не бог тебе не поможет если ты сам себе не поможешь я буду молиться а ты спать будешь какая польза то самая сильная молитва когда ты сам молишься с кем-то двое-трое и ты непосредственно и можешь там и святитель никола помоги но главная молитва такая христу он силен без всех ходатайм сделать но мы признаем душу кто сказал не надо молиться они постепенно как адвентисты седьмого дня стали отрицать душу а это вызывать и вызывание умерших вот такое стали придумывать и у них ничего и нету мы молимся всем святым у нас доступ к ним написано приступили к духам праведников достигших совершенства вот это опыт ну и все на том а получили не получил внутреннее удовлетворение получил что он не отверг меня во время молитвы я это чувствую что господь услышал я возвал к нему он услышал меня а дальше дальше менее ничего не от меня не зависит он знает что у меня впереди ждет вот сын у меня запился болеет ему здоровье а зачем здоровье он выпивает одну бутылку теперь мы ему здоровье выпросил две бутылки выпивает за раз еще мы получили в итоге то надо сказать если угодно господи воля твоя добудет он будет болеть вот ему как раз это и надо он выпил его выворотила на наружу это как раз то что надо а вот человека там милиция его взяли полиция там его там ну то другое посадить могут а ты молись богу вот один какой-то там военачальник или судья очень хотел поговорить с пименом великим но как его он никак и он тогда взял и арестовал племянника его нарочно а когда пришла мать ходатайствует он говорит нет если пимен сам будет ходатайствует я тогда отпущу его она пришла к нему упала вот эти моего сына арестовали он не виноват ну что я могу сделать но ты все-таки он тогда взял письмо написал не пошел и говорит если он виновен накажи его а если не виновен отпусти чтобы тебя самому не попала от бога и все на этом успокоилась если не от бога ты арестовал его не ты еще делаешь то отпусти его и он тот понял начальник то что я его не увижу вот так надо отвечать не смотреть родной не родной отпустить не отпустить воля божья если он не правду говорил накажи его как положено по твоему закону не превышай меру вот и все не мысли о христе и не религиозные чувства помогают а личное обращение к нему четыре раза говорит он вера твоя спасла тебя что это значит лука 7 50 он же сказал женщине вера твоя спасла тебя иди с миром вот что это значит вера твоя спасла тебя кто может ответить ну это значит что без веры спастись невозможно бог не спасет если у тебя вера не будет и если будет то соответствие с верой он и спасет а вот и если не ту веры хотя бы было горничное горчичное зерно так этом монастырь хочу есть вера линии если не только горчичное то ее нету или она или она это двухлич как быть верным что у меня вера есть я верю что меня спасет да человек уверен в то что у него вера есть ну уверовавших будут сопровождать и знамения что смертоносно выпить не повредит им будут воскрешать мертвых исцелять больных вот ничего этого конечно близко к нету вот изгонять бесов будут говорить на иных языках а как ты внутри то себя ну как человек верит он или не верит как как будь уверенным что я что я верующий что я вот если эти признаку вот нету но я не могу знать без и нет это эти знамения ну это не не обязательно и условия что если тут и хотя бы одного из этого не ум не имею значит и неверующий нет бывает и без знамений человек верующие нету никаких знаменем никаких чудеса не может затворить никаких голосов ему как говорится нету ну вопрос какой-то меня это вера спасет или или я мы спасены в надежде мы спасены в надежде то есть если ты веришь что за твои грехи умер христос есть надежда на спасение верующий сына имеет жизнь вечную неверующий не увидит жизни но гнев божий пребывает на нем если ты веришь что вместо тебя умер христос есть надежда на спасение только надежда неуверенность а иначе это какая была бы надежда того уже не есть надежда эти десятки субботники говорят мы спасены но они это самообман самообольщение мы спасены в надежде то есть мы на и у нас есть надежда что мы будем спасены а многие из верующих потерпели кораблекрушение в вечере то есть он верующий он надеялся что считал себя спасенным у него была вера а вот кораблекрушение потерпел это писание говорит почему они этот стих выбрасывают разве и десятник не может потерпеть кораблекрушение в вере если другие их потерпели почему такая самоуверенность самоуверенность само влюбленность можно добавить можно добавить на счет пятидесятника вот это давай чапилев потом слышал своими ушами да две девушки молодые а наряда я спасенная ну вот как брат говорит да потом проходит время вдвоем они и сидят осуждать вернее думают как уничтожить котят она говорит зарыть а вот это что говорила спасенные там можно в кулек кинуть ну завязать и не подохнут вот так вот это такой пример это слышал своими ушами что один говорит вот это говорит христиане ну а что христианину запрещено убивать животных ну не знаю так жестоко это и вообще мне лично жалко кто-то христиане можно написать что в последние времена будут учения бесовские титул послание первое послание титул четвертая глава обещающих вступать в брак и употреблять в пищу то что бог сотворил ну а его как употребишь в пищу если не убьешь и вот в последнее время золо экстремисты убивают тех людей которые убивают собак или кошек за это это мучение бесовское послание титул будут в последние времена такие бессовестными называют этих людей я могу сейчас открыть прочитать поэтому то что они захотели убить котят так вот она как раз у меня открыто первое послание тимофея четвертая глава дух же ясно говорит что в последние времена отступят некоторые от веры внимая духом обольстителем и учением бесовским через лицемерие лжесловестников сожженных в совести своей запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то что бог сотворил дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением ибо всякое творение божие хорошо и ничто не предосудительно если принимается с благодарением потому что освещается словом божиим и молитвы я не призываю там есть собака кошек у нас в россии это не принято вот но называется отступлением от веры люди которые запрещают другим убивать животных зоозащитники зоошизники так называются люди вот ну и ролик есть в интернете собакозащитники убивают людей посмотрите два бомжа съели собаку их забили лобатами за то что они съели собаку бедные люди им нечего есть они остались без жилья нашли собаку никому не нужно убили ее съели а те убили их за это эти убийцы герои вот у этих зоошизников так называемых людей которые вот обольстились учением бесовское это учение поэтому эти пятидесятницы ну ничего такого ну захотели убить этих хотят но не нужны они серахов говорит если тебя скот наблюдай за ним и если фон полезен тебе оставь его у себя а если не полезен убей съешь продай раздай другому кому может быть полезен но не мучь мучить вот это вот конечно издеваться не надо а утопить в ведре всю жизнь бабки наши топили и никто их не называл живодерами курицы голову отрубили она еще минут пять может это летать и нормально никто даже не мыслил что это жестоко придумали жестокое обращение с животными жестокое обращение с животными вот титул читайте почаще Володя давай я хотел предыдущая тема была спасение как человек спасен в надежде или в основном протестанты ссылается к римлянам 10 глава 13 стих всякий кто призовет имя господне спасется ибо всякий кто призовет имя господне спасется здесь то есть надо здесь пояснить что в этом стихе писания идет речь о том что может спастись как иудей так и елен то есть любой язычник независимо кто призовет имя господне кто спасется вот а вообще написано что вот он например ты привел в римлянам 824 спасены в надежде даже в деянии 247 прилагал спасаемых церкви спасаемых то есть которые находятся в пути спасения людей уже которые удовлетворили спасаемых то есть они могут на этом пути оступиться уйти с этого пути вот так же еще 1 коринфянам 1 глава 18 стих об этом говорится там тоже апостол Павел говорит сейчас я вам 1 коринфянам 1 глава 18 стих ибо слово о кресте для погибающих юродство есть а для нас спасаемых сила Божия то есть не спасенных а спасаемых и вот второе коринфянам 2.15 вот я для себя это выписал чтобы именно на основании слова Божия это доказать пояснить о чем речь идет второе коринфянам 2.15 ибо мы христово благоухание богу спасаемых и погибающих опять же спасаемых не спасенных нет я говорю не спасенных а именно мы в процессе спасения находимся да земная церковь она воинствующая война идет с грехом вот объявленная война с грехом и мы воюем победим попадем в церковь торжествующую ну не победим значит не победим не все победят мало спасаемых написано мало поэтому почему ты себя сразу к этому прочислил и еще со страхом и трепетом совершайте свое спасение очень хорошее место со страхом и трепетом у пятидесятников нет ни страха ни трепета они уже спасены дьявол их обольстил ну поэтому кто думает что стоит бойся чтобы не упасть а мы не боимся мы уже спасены что нам бояться страха божия нет и человек легко идет на грех а я же уже спасенный что поэтому вот да Игнать Ихович в житие святого Памва написано так он стоит с Антонием ну работает где-то а им Бог открыл они видят душа ангелы несут душу а там разные демоны мытарства воздушное мытарство князя господствующие в воздухе ну а ангел то им не отдает душу то она спасенная Христом то а Памва говорит ну вот еще одна спаслась он говорит нет и вот проходит двадцатое мытарство вот уже двери райские отворились а он говорит ну теперь нет подожди наконец из райских ворот ладонь протягивается рука и душу принимает душу принял и двери закрылись он говорит вот теперь спасенная теперь все слава Богу вот как надо быть осторожным потому что в самый последний момент можешь оскользнуться как написано у Зекииля если всю жизнь делал добро и согрешил ни одного дела не вспомянет Господь доброго а если всю жизнь грешил и покаялся ни одного греха не вспоминает все завершающий момент вот когда человек бежит и особенно напряженные минуты ленточка когда бежит ему надо грудь укоснуться особенно последние метры как он бежит несется и так и здесь с этим надо согласиться я спасен ну и спасенные что и ты знаешь сколько пало таких людей когда прямо многие потерпели кораблю крушение в вере не без веры ты это то имей в виду спасенным мы спасены это означает дается нам возможность быть спасенным но решать будет Господь и наше поведение до последнего часа вот это надо помнить а так чтобы я спасенный и навсегда никогда в церкви этого не было никогда кто знает у Бога другой суд совершенно чем у людей он в ангелах усматривает нечто и на солнце пятна находит а мы по человеческим мерам вера какая она вера то притом нужна если вера напряженная должна быть Татьяна Крестителя вера кажется царство небесное усилием восхищает усилием а когда лютер стал делать вот откуда все протестанты баптисты 50-ники то это все идет от лютера и он что праведной верой жив будет это вот главный лозунг взял а дальше вера без дел мертва а как же тогда и он взял это написано у Якова он и Якова совсем выбросил лютер просто выбросил его это послание ну да кто же так делает то вера без дел мертва Яков прямо написано покажи мне веру без дел твоих а я тебе покажу из дел моих а что хвалящийся хвались Господом как Господь благословил а это было невозможно однако возможно а когда считаешь в войну были люди которые что-то где-то там штурмовали и вдруг взяли невероятное вот так точно мы на фронте находимся наша броня против крови плоти отошел можно можно и я хочу продолжить то что мы начали вера твоя спасла тебя что христос вы подразумеваете что то что она приказала я не так же написал вера твоя он же не сказал ей ныне же будешь со мной в раю как разбойнику не было такой он видел он видел все потому он так и сказал что вера в ней спасла от чего может быть от болезни спасла от смертной может она кровь течет течет может она уже была близка к смерти может быть имела ввиду Господь спасение от смерти телесной в то время за это бы побили бы камнями понимаешь а вот Господь не позволил это за то что она я не знаю там какое наказание то что в нечистоте она находилась и ходила там между ними то какая эпитемида это была ну вот потому что я задал женщина она желала исцеления а не спасения души и в слове спасла нужно подразумевать что спасла она вера твоя от болезни нет ну а вера в то что Господь может исцелить вера в Господа как как в Христа как в Господа не самообращайтесь вера без дел мертва если бы она дальше эта женщина но Господь видит многие сектанты приводят в пример вот этого разбойника что как вот он не будучи ни в церкви не исповедовался не причащался сразу Господь в рай забрал когда и церкви не было и исповеди тогда не было но он исповедовал Христа Богом вот это вот покаялся в грехах что да мы достойны смерти то есть он признал себя погибшим грешником он все сделал для спасения а мы те как в своей собственной крови волос сектант его так Борис Семенович давайте вы что-то хотели сказать не будем на этом заострять внимание уже много так времени не я буквально два слова по этой теме вера твоя спасла тебя не невозможно же пробиться значит вот из момент в Библии исцелились десять прокаженных но только один пришел вернулся к источнику жизни значит что получается только он один оказался принявший спасение понимаете вот так и мы ну многие псевдо христиане идут Богу только когда когда нужны деньги когда там надо жениться за здоровьем так это маленькие крохи по сравнению с тем что может дать нам Бог то есть слова Христа вера твоя спасла тебя это слова спасения для вечной жизни вот такая моя ремарочка маленькая ну то есть надо оставаться в вере чтобы она тебя спасла да один один главное вернулся Бога поблагодарил как Бога другие исцелились и забыли бодрствовать надо аминь и дела творят значит вера без дел мертва и бесы веруют и трепещат что вы об этой вере а бесы веруют что они спасенные что ли а им зачем веровать они Бога и так видели лицом к лицу их Господь с неба выиграл всех поэтому здесь надо быть очень осторожным я думаю дальше давайте продолжим чтение да вот Наталья подметила и от Матронушки люди исцеляются верят в Матронушку а Христа не знают так что они спасенные будут что ли так а какой нибудь заслуги здесь и речи нет то есть она ее заслуги то и что имеется ввиду просто уверовала и уже спасенная что ли но вера называется делом в каком то вот месте есть вот дело веровать в того сейчас не помню дословно но могу уже поэтому вера называется делом не находит сейчас не помню не найду но там что-то такое говорилось то есть там что что-то спрашивалось какое дело он говорит делай то веровать в того кто послал меня что-то такое там по-моему да 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 так предлагается иакова 2.17 попочесть еще так и вера если не имеет дел мертва сама по себе то есть но вера недостаточно недостаточно то есть не надо писание читать читать так чтобы ни одно место не противоволечило другому если в этом месте говорит вера твоя спасла тебя а в другом месте и так вера если не имеет дел мертва сама по себе то есть то есть то есть ну надо не так узко смотреть на это а то вера спасла и все значит дел не надо ему нужны еще дела а дела делать не будет человек который думает что он уже спащенный его дьявол обольстил обману давайте тут надо по конкретству всегда смотреть то крещение Иоанна было для прощения грехов но прощения то не было потому что Христос еще не умер ну надо понимать намерение его было привести к покаянию встречи со Христом так и здесь вера твоя спасла тебя от чего от кровоточения вы конкретно смотрите о чем речь то идет то а грехи прощались до Христа до жертвы Христа не было прощения не было потому что верующим Сына Божий имеет жизнь вечную когда кровь Иисуса Христа ощущает от всякого греха а если и говорится что прощено это значит прощение авансом как бы Господь говорит ему помнить надо до жертвы Христа прощения не было ни у кого никому это нельзя возьмите за грех смерть Адам телефон отключите Игнать Тихонович Ай телефон отключите у вас не слышно у вас телефон звенит а ну ладно ладно отошел прощи Христос да вот Игнать Тихонович правильно подметил спасла от кровоточения от чего она желала от того и спаслась никакого еще таинства крещения не было еще Наталья тоже подметила Дух Святой еще не сошел поэтому спасение рано говорить в вечности в тот момент и сегодня рано потому что мы повторяемся вот вот так ну что дальше будем продолжать вы руководите или руководите дальше и приходящего ко мне не изгоню вон Иоанна 6 37 этот стих явился якорем спасения для многих то есть этот вот стих для людей которые вот отчаяния уже было как эта женщина вот столько она потратила денег уже казалось бы ну все никто не в силах ей помочь перед этим то не надо забывать что она полностью отчаялась в своем выздоровлении уже все и вдруг она услышала о Христе вот другая была вместе да столько денег потратила тут очередной шарлатан так скажем могла она так подумать вполне однако же нет этого и поэтому вот ее вера независимо от того что впереди ее многие обманули деньги взяли исцелить не исцелили однако она поверила Христу приходящего ко мне не изгоню вон как бы тяжек твой грех не был но как бы он тебя не запинал на протяжении какого-то времени не отчаивайся исповедуй его и борись с ним проси у Бога помощи и поможет тебе так конечно она в прошлом году или позапрошем приезжала и Игорь ее видел она две собаки снигла и ну есть смысл дальше нам следующий перекоп читать или когда она потеряется была потом сюда пришла давайте может быть у кого-то вопросы к Игнатию Тихоновичу тут пять минут осталось а если у вас так ну вот Игнатия Тихоновича только нету Игнатия Тихонович Володя что он вышел да и все сразу сожги чтоб духу не было ни адреса по телефону разговаривает да все все начались вопросы давай задавайте вопросы Игнатия Тихонович первые Тимофею пять десять Володя будь рядом первая Тимофея пятая глава десять пять если умывала ноги старцев что такое знание умывала ноги сердцем хотя Христос сказал умывание ноги должны умывать ноги не только прообраз был чтобы поклонялись друг другу уважали но и нужно умить ноги или как понимать это так Володя в чем смысл вопрос это ну-ка иди еще раз место писания повторите первые Тимофею пять десять вдовица известная по добрым делам если она воспитала детей принимала странников умывала ноги святым помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу аминь вот я имею ввиду что такое умывала ноги святым должна быть физически или нет святыми называются все которые уверовали во Христа приняли святое крещение поэтому самые горькие нарекания апостол дает послание к коринфянам и одновременно называет их святыми по благодати мы святые а по делам грешники но умывать ноги должны что такое умывать ноги друг другу ну они приходили когда умывали ноги тазик воды наливала и умывала потому что ходили в сандалиях когда носков то не было вся пыль на ногах была деревянные башмаки а мы должны умывать ноги должны если возможность есть я вот поехал когда в эту миссионерскую поездку до Новосибирска доехал а племянник меня куда-то что-то тащит в душевую потом ну-ка садись дядя Игнатий племянник то лежу он тазик принес теплой воды меня садись не шевелись давай мне ноги умывать а у него дед был он дед ему он дед будет Александр Иванович на войне на войне было потом его за веру приговорили к смертной казни но заменили вот и он приехал тут и точно так же мне давай ноги умывать нет вернее так я ему ноги умывать а он говорит кое-как согласился но только при одном условии когда ты мне вымоешь я тебе вымою ну вот я был в некоторых пятьдесятников нас тут на Украине умывают друг другу ноги я им спрашиваю они говорят Христос так сказал делайте друг другу и вся церковь женщины с женщинами братья братьям моют ноги хоть сколько там было их но они это делают хотя в Америке в одной церкви только священники где-то делают у нас это в четверг чистый четверг перед Пасхой на Страстной неделе в храме это большое действие садится архиерей а вокруг эти священники там священников бывает тридцать он встает полотенце берет в умывальник несут тазик и он всем священникам моет ноги это в храмах православных такое по сегодняшний день я не знал просто да это так у меня вопрос слава Богу ну это один раз в году это у нас все таки не ебаня здесь я понял у них была необходимость а у нас это символически показывает смирение Папа Римский говорит я раб рабов еще вопрос у кого есть пожалуйста Евгений Тихонович так что греха нету убивать котят ну щенят животных щенят котят грех да какой же грех куда же их девать куда же их девать а почему же наши угодники не убивали животных а наоборот кормили и Господь им давал кормить это твое дело раз ты имеешь вот у меня нынче обычно две кошки но получилось так что кошка хорошая решили от нее оставить он котен а остальных котят то как лопаты приподнял в землю копнул туда остальные закопал и все это биоматериал они не понимают не чувствуют слепые куда их вот и все а теперь у меня получилось так жена говорит вот от другой кошки два котенка оставь я специально призвал когда а у нее четыре было к слову сказать интересно было один котенок черный другой белый третий рыжий а четвертый серый и при том без пятен вот она двух оставила а никто у нее не взял они выросли настоящие большие кошки у нее трое у меня трое и трое в ограде были мы их приняли замерзают и в подвале там погребе в подвале в трапезной и володя ходит каждый день кормит их и у нас получилось в зиму девять кошек никогда этого не было ну так как мы любим это все у нас прошло мы не бедные но дальше то я тех то выпущу когда тепло будет а эти то я должен куда то девать куда девать с собой потеряевку ну а там они бывают и теряются или что то а как куда их нет девать а куда цыпушек вот купили цыплят там 200 штук ну а куда их ну осенью всех поколят порубят куда их девать то у меня увидели не ну это ж мясо это ж это ж мясо оно создано специально для еды да что специально то скотина она ест скотина что там специального то разницы никакой нету никакой собака это кошка или воробей все дано человеку лишь бы он не мучил одно условие а тебе они не нужны значит ты их истребляешь убираешь тогда и мышей ловить нельзя и мух бить нельзя мы дойдем как буддийские монахи после дождя черви выползают а они идут по дорожке кисточкой с дороги смахивать чтоб не наступить так у них учение плохо жил человек был он родиться уже бедным а бедный плохо жил превратиться в корову корова плохо жила собаку и так до комара дальше дойдет называется рекарнация у нас этого нет однажды надлежит умереть а далее суд божий один раз только умираем телом спасибо господи точно главное не мучить да ну а мне баптистка она делала замечательное за муху когда я ее поймал и убил она мне говорит а ты что не мог ее выпустить в Америке я считал одна умирает и она собачку любила и она ей завещание сделала четыреста кажется семьдесят тысяч долларов положила на книжку на собаку ну кто-то будет ухаживать она и тому дала и проще вот монашка спрашивает а куда вы котят делаете копнул в землю наступил и дальше и нет еще а я нет я теплая водичка чтоб теплой водички их утопить ну какая разница священник приехал тут тоже спрашивает а вот куда вы котят деваете то ну куда куда если я надо оставлю нет значит сразу только родились я их в землю и все а я нет а я как ты ну у меня вот жила там кошка или собачка на даче а из города уехал я оставил ее живую оставил на какую муку ты обрек ее она никому не нужна есть нечего она полуживая к соседу на порог ложится он ее пинает туда что ты сделал то прикормила дальше бросил и считаю что ты правильно сделал правильно это так она не нужна тебе ликвидируя ее отнеси ветеринаром там где там сколько заплатишь усыпить укол дают они усыпляют они больная кошка они усыпляют все спасибо Господи слава Христу слава слава человек хозяин господин всей твари господь сотворил и перед ним прошли звери но мы то не знаем как но ян златоуст говорит что у адама был дар пророчества он называл этих зверей там птицы кто так какие они есть у нас этого нету но спроси что такое сорока ну сорока а то еще сорок раз каркает или сорок раз а вот ворона тут понятно вор она она воруется или воробей вор бей вот он именно называл так что в самом названии что то касалось вот как у русских человек чело лоб направлены в вечность чело век ян златоуст также обыгрывает слово деньги у нас деньги то тоже хорошо сказ деньги деньги даются не накопление а на день на один день вот и весь сказ особенно интересно кенгуру когда увидел европейцы был и спрашивает туземца там а это как звать а он говорит кенгуру ну и все а когда дело то дошло кенгуру уже занесли в списке там луарье где а теперь поселенцы то стали и кенгуру что а это означает на их на местном на речи означает я тебя не понимаю кенгуру а он думал что это название зверя так кенгуру и осталось еще вопросы пожалуйста так такой еще вопрос вот я читал каноны и вот есть шестьдесят четвертый канон шестого вселенского собора который запрещает учительствовать мирскому человеку это можете пояснить вот чего этот канон касается что допустимо а что недопустимо недопустимо в храме речь идет о храме храме внутри храма вот пока меня не рукоположил епископ чтеца я в храме не проповедовал ни одной проповеди не говорил а заканчивается мы переходили в трапезную столы опрокидывали чтобы место больше было и я говорил проповедь в храме нельзя говорить такое было принято но и тут еще надо дальше смотреть выбросили правила апостола петра и павла я бы сейчас вам засчитал но у меня тут экран закрытый я попробую сейчас закрыть и просчитать так минутку получится нет так вы там сверху на минус нажмите там минус подожди володя помоги мне тут найти быстрее где-то написано а что написано ну написано соборное правило соборы или как то вот так вот здесь интересно правило которое выбросили в папке да в папке ну ка правила апостола павла а их никто и не знает даже вот так пройди по этим поверху ну где-то здесь она была вот сейчас программа нет соборы слово соборы видео вот они вот она где вон она да вот это вот да вот 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 правило петра и павла ну-ка покажи где вот где она вот это да ага о о вот давайте правила петра и павла Может на экран вы видите Сейчас подожди Слушай внимательно 18 правило Можете записать Его выбросили из канонов А эти правила Правило называется Правило апостола Павла Написано 18 правило Учитель Просит демонстрацию сделать Просит демонстрацию сделать Экрана вашего Или скопируйте в чат бросьте Ну ладно Учитель хотя бы из народа Если он искусен в слове божьем И счист по поведению Пусть учит Ибо кавычки все будут научены богом То есть правило разрешало Проповедовали и в храмах и везде Кому будет пророчество Какое дано говорит А первые молчи В собраниях было первое коринфянам Чтобы все реновали А даре божьем А 17 правило говорит Желающий огласиться Пусть оглашается Три года Но если кто прилежен И имеет благорасположение К делу Да будет принят То есть раньше Ибо ценится не время Но поведение 19 правило Всякий верующий Или верующая Встав по утру от сна Прежде нежели начнет делать дело Пусть умоется И помолится А если будет какое слово Поучение То слово благочестия Да предпочтет делу Верующий или верующие 20 правило Как в предыдущем постановлении Мы их посланиях учили Пусть держит себя К слугам Милостиво Вот так Или допустим Человек Вот Ну бывает Вот Этот Федор Милиняненко Борется там Вот 16 правило Кто предан Бывающему На зрелищах Неистовству Или ловлем Или скачком На лошадях Или боям На играх Бой без правил Тот Или да отстанет От того Или да будет Отринут И в храм Не допускать Или кто следует Еленским обычаям Или жидовским басням Тот Или пусть отстанет От всего Или да будет Отринут Отринут То есть он никто Если верующий Имеет наложницей Рабу То пусть перестанет Иметь ее наложницей И женится По закону Если же берет Свободную То пусть женится На ней по закону А если не так Да будет отринут Видишь как Раба наложница Какого нибудь Неверующего Совокупляющегося С ним одним Да будет принято А если она И с другим Распутничать Да будет отринута Или вот еще Интересно как Большое правило Гнусный Плотоугодник Двенадцатое правило Распутный Любострастный Волшебник Ворожея Гадатель По звездам Вещун Едущий Магические мяса Нищий Бродяга Шарлатан Делающий Привестки Оканчивающий Людей Окачивающий Людей Заговоренной Водою Прорицающий По полету Птиц Объяснитель Знаков Толкователь По биению Сердца Подмечающий Пристречные взгляды Или походки То есть Гадающий По курам Или ласточкам Или голосам Или подслушиванием Да испытывается В течение года Ибо нельзя Скоро Отстать от злобы Кто перестанет заниматься этим Те да будут приняты А кто не повинуется Те да будут отринуты Вот какие правила были А почему их выкинули-то? Ну спрашивая тех Кто сделал Почему? Вот мы считаем утром Молитву и премастерину Господи Владыка Живота моего Дух праздности И уныния Любоначалия Про разнословие Сребролюбие А сребролюбие Выкинули сейчас В церквах Нет этого Почему выбросили? Потому что Сребролюбивые И смеялись Над Иисусом А дальше написано Ибо были Сребролюбивые Да ну Да к деньгам Да кто привязан Сребролюбивые Были Смеялись Вот так Вот так А давно Вот это Выбросили Сребролюбивые Что такое Слово Давно Выбросили Да я Я не знаю Давно или нет Не могу сказать Думаю Что с патриарха Никона В 1666 Году Примерно А у старобрядцев Это все сохранилось Я в оригинале Это все брал И все перепечатал Рукой Их нету нигде А еще Это Петра Павла Петра Это Павла Петра 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 сказать Павла А то есть Петра и Павла И например Кто содержит блудниц Тот или пусть Перестанет Сводничать Или да будет Отринут Если приходит Делатель идолов То или да Перестанет Делать их Или да будет Отринут Если приходит Кто из актеров Ну актеры Ну какие актеры Ну вот Ахлобыстин Мужчина или женщина Или возница Или мечебоец На мечах бились Или ресталищный бегун Или начальник Игрич Или участвующий В олимпийских играх Или игрок На свиреле Или игрок На гуслях Или игрок На скрипке Или плесун Или корщевник То или пусть Перестанут заниматься этим Или да будут Отринуты Ну имеется ввиду Безбожие играют Игра то не запрещается Кто имеет беса Беса То есть бесноватый Тот благочестию Да учится Но в общении Да не принимается Да коли очистится Если же она стоит Смерть Внезапно заболел Тогда она будет Можно причастить Да будет принят Так что Евгений Тихонович И вот это Даже духовные Песни Под гитару Нельзя петь Играю на гитаре Ну какие песни Опять же Песни хорошие Ну церковные Так сказать Ну неправда Церковные Пой Прославляй Бога Тебе талант дам А бывает А бывает такое Что поет Вот там Там мурка Священник поет А тут на весь Экран На весь интернет Растащили Священник там Мурка Это блатная песня Знаем Знаем Ну вот вы видели Там Священники поют Голубица Моя голубица Вы ее зарядите Там увидите Они за столом Сидят Священники Поют Голубица Это церковь Голубица Моя голубица Там поют Здорово Большой стол Видели Игнатий Тихонович А? Видели Говорят Видели Вот кто-то Не видел Там нужно Показать На каким-то Образом Скинуть Чтобы прослушали Там Богатый У них Трапезная Много Людей Сидит Но Который Священник Поет Он Умер Вот эти Правила Я откуда Знаю Я специально Занимался Доставал Эти книги И всеми Правилами Канонами Занимался Переводил Их На русский Язык Целые Книги Есть еще Такое Правило О Епитиме Для Тех Кто присвоил Себе Найденную Вещь Это Правило Святителя Григория Некий Сарийского Ну да Ну это Бывает Такое Вот Василий Новый У него Ученик Был Григорий Он как-то Нашел Пояс И никому Не сказал А он Когда узнал Говорит Ну что ты Делаешь Но пояс Красивый Ну он Ничей Как будто бы Маленько Прошло Он потерял Пояс И с поясом Еще что-то И все ушло Мне приходилось Так Я на площади Иду Привокзальной В ближайшие Сы лежат Ну что делать Взял Взял Повернул Назад А рядом Линейный Отдел Ну Привокзальная Милиция Я пришел А был не один Да К меня Осудили Да вот Ты такое-то Отдаешь Да они Менты Они заберут О Вот это Я не отвечаю Я им отдал Они так удивленно На меня Полиция Милиция была Посмотрели Ну и все Отдал Да и пошел На душе свободно Не мое О чем говорить Потерял Говорит Не тоскую А нашел Не радуйся У нас Потеряевки было Пристали Два бычка И телка Но мы их кормим А объявления дали По району Везде Вот приезжают Это наши Нет подожди Они лежат Как и есть светом Говорят А угадать то не могут Какой больше Какой меньше Они сказать не могут А однажды Мой отец Тихон Дмитриевич Пас И корова Пристала А он их всех знает На память то Ну корова хорошая Но он не знает А его видели там Который знакомый Ты говоришь Дядя Тиша Ты Сказать Давайте мы ее Разделаем корову Да вы что А если Хозяйка Да она тут будет Ну и правда Неделю пропас Примерно Там с другой деревни Далеко Женщина пришла Ну и К отцу к моему Ты не видел А какая она Да она вот такая У нее рог один Надломленный И на лбу Пятно большое Белое Ну и проще А сама плачет Говорит У меня с ребятишками Теперь со двора Свою корову Отдавать надо А отец говорит Ну вон там Видишь стоит Она где Давай кричать ее Ну как она Манька там Как зовут А корова то Замыщала И к ней пошла Вот отец Я говорит Сам прослезился Глядя на нее Говорит Она плачет Обнимает ее Корову то Вот она бы отдала К нам приезжали И не так И не нашлись хозяева А у нас кто-то Селился Мы ему отдали Никого нет Мы объявили там По всему Буквально краю Никто не нашелся Первый год Мы с Элой Табун поймали Табун телят Ну их пасли Поили И дали знать Оттуда Узнали откуда И приехали Говорят У вас говорят Телята нашлись Наши Я говорю А какие они там Ну я говорю Я бы вам отдал Но я вам не отдам их Пока вы мне не поможете А что нужно помочь Я говорю Я голубей завел А кормить нечем Первый год Вы можете Да какой разговор Ну они когда Телят то увидали Обрадовались Забрали и погнали И привезли мне машину Почти Ну отходы Не сама пшеница А отходы Вот так еще было Я за ними ухаживал Я поил Пасых Законно Моя добыча А вот В воскресенье Нельзя Зимные поклоны Делать Так ведь В воскресенье Вечером Уже начинать делать Вечером Это уже понедельник По церковной Вечером С шести вечера Уже Новый день Начинается А по еде Есть до двадцати Четверех часов И по работе Так же Новый день С двадцати Четверех Начинается А богослужение С шести часов Уже служба Идет по следующему дню В субботу Уже воскресная Служба Вечером идет И земные поклоны В пятницу вечером Уже поклонов Земных нету Ну три поклона Там делается А вот Господи Владыка Живота моего Тут шестнадцать Поклонов Все земные Я не могу делать Только четыре У меня позвоночник После операции Сползает Я тогда не могу Не встать Ничего Ну поэтому Берегусь Но главное Три поклона В начале И один в конце Стараюсь сделать А вот Перед Вынесением Святого Причастия Там В воскресенье Если это Тоже не надо Делать поклон Делать до поклона Два поклона Но в каком месте Когда священник Выходит И чашей Благословляет Никогда Причищает А до этого И после этого Нет Я имею ввиду Про земной поклон Я про земной И говорю В воскресенье То есть все таки Он делается 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 Два поклона Один До и один После При счастье Вот допустим Молитва достойна Есть Якова истину Когда бы это ни было Всегда земной поклон На Пасху Поклоны не делается Но когда считает Вместо достойно Святися Святися Новый Иерусалим Слава Богу Господне На тебе Восия Люкуй ныне Веселися сегодня Ты же чистая Красуйся Богородица А восстание Рождества твоего Поклон всегда земной Надо правила знать И они не противоречат этому Потому что Она эта молитва Выходит из ряда молитвы Ну что Можно еще один вопрос Инатий Тихонович Я вот в конце могу Этот канон-то сбросить Еще вопросы Инатий Тихонович Задавайте Давайте Давайте Книга Иисуса Навина Вторая глава Вот эти правила Павлова Я их постараюсь Вам сбросить Володя Он не слышал Я буду дублировать Давай Володя Давай Игорь Иисуса Навина Вторая глава Слышите Сейчас Иисуса Навина Какой стих? Стих какой? Раам Из наблюдателей Вопрос такой Может ли Ложь быть Во благо? Здесь мы читаем Что она соврала Ну соврала Да Вопрос Стоит такой Может ли Ложь быть во благо? Может ли Ложь быть во благо? Вот тут она была Во благо Ложь Но у ней два варианта В то время Значит Ложь может быть Как сама ложь Может быть Вы говорите По новину Или на сегодняшний день? Это два вопроса Разные Тогда можно было Сегодня нельзя Вот это Вопрос Там можно было Там написано Ненавидь врага А я говорю вам Любите врагов Это совершенно другое Там написано Не приводяйся Тут написано И не смотри даже На женщину с вожделением Все понятно Это те же самые правила Но только они возвышены Потому что закон был Где-то водителем Нянькой Нянькой был А нянька Что она? Она с ребенком возится А мы в муже Совершенно возрастаете Во Христе Иисусе Спасибо Христос Да Игнать Тихонович А вот смотрите В Сирии Вы же слышали Был летчик Который Ну взорвал себя Там не дал себя Врагу взять И вот Его же Как бы Отпевали И прочее И вопрос задали Владимиру Головину Насчет этого И он Вопреки Как бы там Все священники Как бы говорили Что он как бы герой Ну а Головин сказал Что я говорит Не знаю Но Как бы Я говорит Как думаю Что это самоубийство Что это не дело божье Ну такое Вы можете что-то На этот счет сказать Вот только То есть сказал Что он с собой Сам застрелил себя Гранатой он взорвался Среди врагов Ну вот и все А зачем он туда пошел В Сирию Ты что он там забыл Значит Раньше надо говорить Зачем он пошел Что там Бомбил У себя ума не дадим Над нами все смеются Как мы живем Пошли туда Вот и весь ответ Что ними разбираться Взял оружие Говорит Взявший меч От меча погибнет Все на месте Что думал Там ему будут В глазки заглядывать Ты убивал Самолеты бомбят Ну а они как должны тогда У них своя там Забота Ну а как вот Ему надо было Получается В плен пойти Надо было сидеть Дома около жены Зачем он туда пошел Вот только Прилетели туда Уже на другой день Костенко Памиля Застрелился А почему Девушка написала Что она выходит За другого И он себя застрелил Это в Сирию Когда полетели Эти прессуны Полетели туда И погибли Все до одного Хора Александрова Не надо было А как Гитлер пришел Я говорю Если бы мы верили Гитлер не зачался бы А Лоис Отец его Не спал бы с женой В эту ночь И все И Гитлер не родился бы А если бы родился Стал священником Сталин Ну вот это все так Сталин тоже В семинаре учился А священником не стал А почему Люди отступили от Бога И Господь посылает И посылает Разных врагов Один за другим идут Это книга Судья об этом говорит Они грешили И опять пошли в плен Опять грешили И опять пошли в плен Ну в итоге Как правителям-то поступать Которые Ну они уже Как бы Управление находится И там К примеру Знают Что там будут готовить Террористов Которые поедут Потом в страну Которые будут взрывать Как-то же Надо Начинать с себя С бревнами Разобраться А вот яд не так Там Зачем шли в Афганистан Чего приобрели Соседи плохие были А теперь враги На целое поколение Вперед Для маленькой страны Два с половиной миллиона Что ли там Ухайдакали у них Это никогда не пройдет Мимо Талибы Там Пакистан Помогал А это уже Надо было думать Два маразматика Гуляли в суду Брежнев Долустина И они договорились Поставили этого Амина И его же убили А его охраняли Советские КГБшники Им ничего не сказали Их убили всех Безумие одно А сейчас Дерево среди Кабула Все Пишут Не надо идти Туда было Не надо И все Я туда не иду А как Правда Неправда Никак Никто не заставлял Тянуть за язык Я промолчал Творил молитву И мне А я слышу Они обо мне говорят Стоят И говорят Да он говорит Глухонемой Все Заканчивай Да Спаси Христос Понимаете Трудно сказать Хорошее занятие Мы в камере сидим Я молюсь И слышу Как они спорят Там двое Но я вижу Один совсем неправ Меня так и подмывает Сказать что неправ Я скажу Сразу Врага нажил Они начинают Разборки Драка Я на колени Встал В угол Уткнулся И молюсь Я ничего не видел И не знаю Но я молюсь О них Чтобы прекратилось Кровопролитие Иисус не отвечал Ни слова У нас только одно Или правду Или ничего А то О мертвых говорят Только хорошее Это не римская пословица У них по другому говорили О мертвым говорят Все или ничего Вот как на самом деле Звучит это Кстати есть еще канон Который запрещает Те кто ушел Уже из армии Ну стал христианином Возвращаться Даже это не только Это не только монахов касается Это вообще касается Всех христиан Ну христиан то так Но главное что это монахи А у правила то О них говорится Что если они Отложили воинское звание Облеклись в одежду иноческую А потом обратно Анафиями предается Назад нету У церкви нету Поворотов назад Я сейчас кину Там есть канон Который вообще касается Даже не монахов Ну может быть так Я не знаю В каком каноне говорится Если бы вы его показали Я бы показал В чем суть Да сейчас я скину Ну там про Канон наверное Апанасия Великого Василия Великого Письмо его Все время Так время все По поводу войны Коротко еще Игнат Тихонович Мне тут там Говорят А что вы Говорят Это самое Воевать не пойдете Это псевдо Православие Он Сергий Радонежский Благословлял И так далее Я говорю Ну они же Сами за себя ответят Он у меня смотрит Как на сумасшедшего Ну что это Ну они смотрят Ты думаешь Что как Господь смотрит Если кому не ясно Это дело Я сейчас вам выставлю Материал о войне Я уже не раз выставлял Вы у себя как-то Перекачайте Более богатого Материала просто нет Это по всем Святым Отцам По канонам По Библии Все собрано там Материал о войне И о присяге И как присягу Давать не давать Я вот сейчас только кончим говорить Я сразу Где вот сейчас идет Это занятие Это по занятиям И вы себе скачайте Чтобы знали И уже возвращаться не будете Еще просьба большая Я уже говорил не раз Раньше на сайте Можно было разом скачать Все аудио Проповеди И все тексты Просто была ссылка И сразу все скачивалось Сейчас она куда-то делась И ее нельзя восстановить Вот может быть Кто-то займется Собрать Чтобы была одна ссылка Можно было скачать Сразу все файлы Не по одному скачивать А сразу по всем темам Все файлы Текстовые и аудио Понятно Я не знаю Кто-то поможет Сергей Павлович Давай к молитве зови Достойно Достойно есть Около истину Блажитетя Богородицу Пресноблаженную И пренепорочную И Матерь Бога Наша Честнейшую Херувим И славнейшую Без сравнения Серафим Без истления Бога Слова Родшую Сущую Богородицу Тя величавая Молитесь Игнатий А ты предложишь Еще кому-нибудь Вот пришел Леонтий Новый Ему Дайте помолиться Он умеет молиться Кто пришел Леонтий Леонтий С бородой Леонтий Сегодня он был здесь Он выступал Несколько раз У него вопросы Хорошие Он из пятидесятников Леонид Молитесь Господи Божий Зажду тебя За чудный день Который подарил ты нам Которого еще не было На этой земле Вельбе И светило нам солнце И кормило нас хлебом И до хлеба Ты послал нам Божий Через интернет Братьев Сестер Мы слышали слова Старца Правильные Но Бог Ты расположил Ему сердце Благодарю тебя За все Несколько Кланяю себе Матерь Божия Духи Святые Отцы праведные Благодарю за То что ты подарил Жизнь Управляешь Нашему Англой Хранителю Хранить нас Всех Хвала чести И хвала Преклонения Богу Отцу и Сыну Духу Аминь 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 Вот так Игнатий Тихоныч Двенадцатое правило Первого Вселенского Собора Посмотрите его Вот там Казается Всех Вообще Ну Просчитай Просчитай Да нет Так я Это Набиси Первое Вселенское Собора Какое правило? Двенадцатое 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 Ну давай Считай Благодатью Призванные К исповеданию Веры И первый Порыв Ревности Явившие И отложившие Воинские Поясы Но потом Акипсы На свою Блевотину Возвратившиеся Так что Некоторые И Сребро Употребляли И посредством Даров Достигли Восстановления Воинский Чин Таковые Десять лет До преподают К церкви Прося прощения И по Трилетним Времени Слушания Писаний В притворе Ну то есть На десять лет Их получается Отлучают Это вот те Кто были в армии А потом Пришли В христианство Получается И потом Опять решили Вернуться Вот Тут не сказано Про монахов Вообще В принципе Сказано Вот интересно Это все таки Как это Умалчивается Умалчивается С властью Соединилась Церковь Патриаршие Монаршие Престолы Сдвинулись Вплотную Трехлетнему Времени Слушаю В притворе Да еще Смотрите Образ Покаяния Все понятно Ну вот Вы говорите Тому кому надо Я больше Не пойду В армию Времени 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 Времени